Библейский портал экзегет.ру представляет В нем все то, что в шатрах бедуинов. Внутренняя комната, самая большая святыня, святое святых. И священное, но менее священное помещение внешнее, которое сразу после входа в скинию. Про скинию мы уже все прочитали. А что снаружи? Сделай из акации жертвенник. Пусть он будет квадратным. Пять локтей в длину и пять в ширину. Локоть полметра, чуть-чуть меньше. А высота его будет три локтя. На четырех его углах сделай роги. Они должны составлять жертвенниками единое целое и покрою все медью. Роги, я бы сказал рога, не знаю, почему здесь так. Это такие выступы, которые действительно напоминают рога животных. И они нужны для того, чтобы когда кладут тушу какого-то большого животного на жертвенник, она держалась. Она не упала бы на разведенный огонь, на угли, и задавила бы их. А вот она бы держалась. В принципе, вот так же, как жарят шашлык, извините. То есть есть какие-то опоры, на которые сверху кладут мясо. Итак, сделай тазы для золы, лопатки, чаши для кропления крови, вилки для мяса и совки для углей. Всего тварь для жертвенника сделай из меди. Смотрите, вот прямо кто любит заниматься всякими барбекю и шашлыками, прекрасно понимает, что нужно хорошее оборудование для этого. Всякие там щипцы и так далее. То же самое. Вот смотрите, жертвоприношение — это, в принципе, трапеза, в которой либо участвуют люди, либо не участвуют, но которые приглашают люди символически Бога. Сделай для жертвенника решетку, медную сетку, и прикрепи ее к четырем углам четыре медных кольца. Укрепи решетку под окаемлением жертвенника, так, чтобы она доходила до середины жертвенника. Имеется в виду, что там будет падать все внутрь, и вот она там внутри. Сделай для жертвенника шесты из акации и покрой их медью. Когда нужно будет перенести жертвенник, эти шесты будут доставляться в кольца, что у него по бокам. Сделай жертвенник полым из досок. Пусть сделают его так, как было показано тебе на горе. То есть тоже полая конструкция, переносная, поскольку они странствуют по пустыне, то и скини разборная, и жертвенник тоже переносной. Вокруг скини сделай двор, ну, то есть территория какая-то огороженная. С южной стороны вдоль двора должна идти завеса, из тонкого льна, длиной 100 локтей на 20 столбах. Под столбы нужно 20 медных опор. Крюки и соединения на столбах должны быть серебряными. То есть скини у нас с вами состоит из деревянных, таких разборных конструкций, и двор примерно так же. То есть столбы, между которыми натянуты полотнища. С северной стороны вдоль двора также должна идти завеса, длиной 100 локтей на 20 столбах. Под столбы нужно 20 медных опор. Крюки и соединения на столбах должны быть серебряными. С западной стороны по ширине двора должна идти завеса, длиной 50 локтей на 10 столбах. Под столбы нужно 10 опор. С востока ширина двора должна быть 50 локтей. По одну сторону от входа должна идти завеса, длиной 15 локтей на 3 столбах, под которые нужны три опоры. По другую сторону двора должна идти завеса длиной 15 локтей на трех столбах, под которые нужны три опоры. Садки для ворот разноцветный полок длиной 20 локтей с голубой, пурпуровой, багряной пряжей и тонкого льна. В воротах должны быть 4 столба, и под них нужны 4 опоры. Но это вход, да, то есть там, где поднимаются эти полки, можно войти. Соединение и крюки на всех столбах вокруг двора должны быть серебряными, а опоры для столбов — медными. Да, вот есть, кстати, такая градация святости, да, вот у этих предметов все самое ценное, то, что внутри золотое, а то, что составляет конструкцию серебряная, ну, а то, что ставится на землю или используется там для выгребания зала и жертвенника — медная, потому что это наименее ценное. Длина двора 100 локтей, ширина 50 локтей, высота завесы из тонкого льна — 5 локтей. Опоры для столбов должны быть медными. Все принадлежности скини, и колочки для скини, и колочки для завесы вокруг двора должны быть медными. Ну, вот видите, чем дальше вот святилище вот от самого священного участка, тем менее ценный металл. Ну, кстати, там упомянут был светильник, значит, светильник нужно снабжать маслом. Вели сынам Израилевым приносить себе чистое, вручную приготовленное оливковое масло для светильника, чтобы на нем всегда стояли горящие лампады. А Арон и его сыновья должны следить за тем, чтобы с вечера до утра горящие лампады стояли перед лицом Господа, в шатре встречи, перед завесой, за которой находится завет. Сыны Израилева должны соблюдать это предписание вечно, из рода в род. Вот уже от, собственно, конструкции мы переходим к обслуживанию. Да, вот совершенно понятная инструкция. Мы покупаем какую-нибудь технику, мебель, нам подробно описывают, как ее установить, из чего она сделана, и как ее обслуживать. Проскини абсолютно все то же самое. Ветхозаветный культ крайне материален. И кто это должен все обслуживать? Где вот авторизованный персонал? Об этом будет следующая 28 глава.